На самом деле в детских домах существует такая проблема, дети привыкают к спонсорству. Каждый раз приезжают спонсоры, привозят подарки и уезжают. Дети зачастую ждут, что им что-то свалит с неба, оно просто приходит, и они за это ничего не делают. Что будет с этим ребенком в 16 лет, когда уже наступит тот период, что ему уже пора покинуть это заведение? То есть прежде всего такого ребенка нужно учить, как заработать деньги, как сформировать для себя какой-то капитал, какой-то багаж знаний и свободно уже отправиться в плавание под названием жизнь, где он один, у него нет родителей, ему никто не поможет, ему никто не будет под спорем, никто не подставит свое плечо. И поэтому очень важно, чтобы существовали такие программы. Допустим, вот мы с детишками проводим дни спорта, допустим, дни профессии. Мы выбираем какой-то конкретный день, когда мы приезжаем с различными людьми, с актерами, с дрессировщиками, с фотографами, с художниками, с дизайнерами, с стилистами, с силачами, с акробатами, с актерами цирка, кино, всего, чего только можно. С поэтами, с дизайнерами, если я уже говорила, повторяюсь, возможно, просто чтобы у этого ребенка было право выбора, кем он хочет стать в будущем. И у него вот перед глазами такая вот картинка встает, да, там, о, фотография, как здорово, да, может быть, я буду фотографом, да, ой, как здорово, я хочу вышивать, да, а я хочу заниматься там дизайном, делать украшения, я хочу быть спортсменом, да. Но еще один такой вот важный фактор, то, что эту пропаганду должны вести люди, люди, действительно, являющиеся примерами, да. Желательно, чтобы это были люди, на которых мы имеем возможность лицезреть с экранов телевидения, да, то есть, которые на нас смотрят. Они для детей очень большой пример. Например, если это положительный, правильный герой, если это тот же спортсмен, который добивается всего упорством, тренировками, трудом, своим усердием, прилагает массу усилий, вот просто трудится, трудится, не покладая рук, представляете, какой это для него пример, и он его видит вот вживую, он его трогает, он с ним общается. Этот спортсмен берет у него расписку, что он бросает курить, у нас просто такие уже случаи были, ребята, спортсмены, актеры-каскадеры, да, приезжающие с нами в детские дома, брали у детишек расписки, что они бросают курить, да, проверяли, дети действительно бросали курить. Ну, как бы, чем не пример, да, ты не идешь в палатку, не покупаешь пачку сигарет, а лишний раз идешь в тренажерный зал и делаешь какие-то упражнения, да, правильные упражнения для здоровья, полезные. И вот у нас был такой пример, мальчик один очень долго не мог бросить курить в детском доме, и мы как-то там пытались на него подействовать, вот там Дед Мороз не принесет подарок, вот посмотри, как этот человек работает, трудится, вот если бы он курил, он бы этого не добился, и ничего не помогало. И потом он как-то от ребенка ушел в себя и отказался разговаривать. Затем он подошел один на один ко мне и говорит, вы знаете, мне просто не хочется говорить перед всеми, но я какое-то время жил в семье, где было нормальным вот эти вот привычки, да, то есть курить, это считалось круто и здорово. И я действительно в это втянулся, сначала я баловалась, потом папа курит, мама курит, они сами угощают там сигаретами, да, и я понял, что сейчас у меня просто зависимости, я не могу бросить, да, курить, не могу отказаться от этой пагубной привычки, помогите мне. Даже вот такие случаи, да, встречаются дети, хотят это сделать, но не могут уже, потому что привычка уже взяла, да, какой-то верх, вот тоже с такими детишками надо работать. И работать прежде всего психологически, да, приводя какие-то правильные примеры, рассказывая детям, что их ждет в этом случае, да, то есть что будет в противоположном случае, как бы, чтобы они это все видели вживую, только тогда возможен какой-то положительный результат, и действительно, ты можешь идти к поставленной цели, и результат будет положительным. Спасибо.